Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Джубкаев и коротко о главном. Северокавказский федеральный округ обладает большим потенциалом в туристской рекреационной сфере и создает условия для развития практически всех видов туризма. Белые журавли взмывали в небо, в Черкесске прошла акция в память павших на полях сражений во всех войнах. Трудовая деятельность уже позади, но шли в благодарность и более чем полвека. В Карачаевске чествовали отличника народного просвещения Любовь Семеновы. Яркие постановки на сцене филармонии. В Карачаево-Черкесии с гастролями побывал драматический театр Калмыкии. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России ВСКФО, которое в режиме видеоконференции провел Юрий Чайко. Рассмотрены вопросы, связанные с выполнением плана мероприятий по реализации стратегии развития туризма на территории округа, деятельностью органов исполнительной власти и правоохранительных структур по обеспечению безопасности дорожного движения. Юрий Чайко акцентировал внимание, собравшихся на Северокавказский федеральный округ обладает большим потенциалом в туристско-рекреационной сфере, который создает условия для развития практически всех видов туризма. Среди них культурно-познавательный, больно-элогический, гарно-лыжный, экологический, гастрономический, сельский, деловой, спортивный, автомобильный, промышленный. Опираясь только на официальную статистику, можно констатировать стабильный рост туристического потока в регионы округа. В рамках акции Народного фронта «Всё для победы» гуманитарную помощь участникам СВО передало управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии. В рамках акции был объявлен сбор средств. Свою инициативу проявили представители медико-социальной экспертизы. На собранные деньги приобрели тепловизор и квадрокоптер. Как отмечают представители регионального отделения Народного фронта, данная гуманитарная помощь будет передана нашим бойцам в зону специальной военной операции. Сегодня мы в рамках акции Народного фронта «Всё для победы» передаем бойцам из Карачаева-Черкесии в зону СВО вот эти два прибора. Это тепловизор и квадрокоптер. Ранее мы объявляли сбор средств на эти предметы. Откликнулись коллективы медико-социальной экспертизы и Федеральная служба судебных приставов. Деньги были собраны. Мы закупили вот эти необходимые вещи, которые спасут жизни наших ребят. И отправляя, мы желаем им скорейшей победы и чтобы они живыми, здоровыми возвратились в Карачаево-Черкесию. Это наша не первая практика в нашем учреждении. Руководитель нашего учреждения Аргнула Зурида Мухаммедовна очень активный человек. Участвует во всех, во всевозможных, я не знаю, мероприятиях нашего региона и не только нашего региона. Поэтому практика неоднократная. Стараемся помогать. Тем более, это такая самая важная сейчас в масштабах нашей страны, да, ситуация, операция. Конечно же, мы участвуем, оказываем посильную помощь. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике продолжается проведение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Мы подготовили специальный груз, который сегодня передаем региональному отделению Народного фронта. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с сотрудниками муниципального отдела МВД Карачаевский выявили факт нарушения лесного законодательства в приграничных районах, совершенных жителем Карачаева-Черкесии. В действиях данного гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Незаконная рубка лесных насаждений». На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело в отношении данного лица. Пограничное управление напоминает жителям и гостям республики, что за незаконное уничтожение леса в зависимости от размера причиненного ущерба предусмотрена административная или уголовная ответственность. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4, плюс 1, а в горах до 9 градусов мороза, а днем 10-15 выше нуля и местами до плюс 9. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0, минус 2, а днем 13-15 градусов тепла. В Черкесске прошла акция «Белые журавли памяти». В ней участвовали сотрудники Росгвардии Республики и воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Акция проходила в Парке Победы города Черкеска. Она приурочена ко дню памяти павшим на полях сражений во всех войнах, которые отмечаются 22 октября. Образ белых журавлей стал родным и близким для миллионов людей на нашей планете. Участники акции запустили в небо белые воздушные шары как символ мира в память о героях, погибших на полях сражений. Участским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации была инициирована акция «Белые журавли памяти». Мы всегда будем помнить, хранить память о наших предках, отдавших свою жизнь ради нашего с вами будущего, ради будущего России. Нет ни одного человека, который не помнит своих любимых наставников. И такой для многих жителей Карачаевска стала руководитель детского сада номер 8 «Солнышко» Любовь Семенова. Отличник народного просвещения, почетный работник общего образования России, заслуженный работник народного образования Карачаева Черкесии, инициатор экспериментальной деятельности в образовательной системе Любовь Азретовна. Проходят годы, малыши взрослеют, и сегодня многие из дошколят, уже став взрослыми, пришли на праздник, чтобы поблагодарить педагога-наставника за большой человеческий подвиг, который она совершала на протяжении многих лет. Из Карачаевска репортаж Алла Динаевой. Дарили цветы и выражали слова благодарности, пришедшие на торжество Любовь Семеновой, которая свою жизнь посвятила воспитанию подрастающего поколения. А гости на праздник съехали со всей Карачаева Черкесии. Грамотные, инициативные, знающие свое дело руководителя, способные организовать рабочий процесс таким образом, что результат работы максимальный, и показатели педагогов сохраняются на протяжении длительного времени. Она осуществляет руководство детским садом демократическими методами, опираясь на родительскую общественность и профсоюзный комитет, говорили выступающие. Здесь столько людей собралось, Любовь Азретовна, И каждому есть что сказать, и договорить можно до утра. И нет таких слов, чтобы выразить всю масштабность вашей личности, Любовь Азретовна. Вы великое наследие нашего народа. Великое. Почетную грамоту Президиума Парламента Республики вручили руководителю детского сада номер 8 «Солнышко Карачаевска» Любовь Семеновой. За высокий профессионализм, эффективную наставническую деятельность, за дело в воспитании и становлении граждан нашей страны с первых шагов их жизни наград было много. Она стала одним словом мамой для большой детсадовской семьи. «Посвятив свою жизнь любимому делу, сохранив в лихие 90-е коллективы и садик «Солнышко», вы совершили подвиг. Такое может сделать только человек, который бескорыстно любит детей и является истинным патриотом своей Родины», – говорили собравшиеся. У вас огромное горячее сердце. Не солнышко, а солнце, которое согревает всех, кто окружает вас. Председатель религионального движения Уратвана Джигерина Михайлович. Вот этот платок называется «Счастливица». Вот здесь написано на бирочке. Рисунок этот «Счастливица» называется. Я считаю, вы должны носить вот этот платок. Я его привезла. Это из Москвы от «Надежды России». За многолетний добросовестный труд и большой вклад в создание условий, обеспечивающих высокий уровень воспитания и развития детей дошкольного возраста, почетные грамоты Министерства образования, мэрии Карачаевска, вручили Любовь Азретовне. Выпускник детского сада «Солнышко», а ныне проректор Кочегура Сулдинаев, от себя и от имени руководства выразил слова признательности. Если бы каждый человек на том месте, на котором он работает, отдавался бы своей работе точно так же, как Любовь Азретовна, мы бы, наверное, жили в самом лучшем обществе в мире. Вы – цель и суть и торжество Вселенной. Вы – порождение этой жизни. И если мироздание – кольцо, то в том кольце вы – камень драгоценный. Любовь Семенова руководит детским садом «Солнышко» с 1986 года. Общий ее стаж – 54 года. В должности заведующей – 37 лет. За это время данное дошкольное учреждение становилось победителем 35 раз. А сама Любовь Азретовна победителем всероссийского конкурса «Лучший руководитель». Но самая ценная награда – это искренняя любовь, пришедших на праздник. Аладзинаева, Аслан Гирюгов. Вести Карачева, Черкесия. Карачевск. Русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия приехал с гастролями в Черкесск. Актерская труппа представила два спектакля. Один по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота Стрельца», другой по пьесе Николая Носова «Приключения незнайки и его друзей». В волшебную страну вместе с героями сказки отправилась наша съемочная группа. Альбина Ламкова продолжит. Постановка по пьесе Николая Носова «Приключения незнайки и его друзей» создана в юбилейный год писателя. 23 ноября ему исполняется 100 лет со дня рождения. Показы осуществляются в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Она направлена на формирование единого культурного пространства России и представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны. Обменные гастроли делаем, это впервые. Ваш театр русский был у нас. Очень тепло был встречен нашими зрителями. Мы подружились, можно так сказать. И надеюсь, что эта дружба будет продолжена и будет развиваться и укрепляться. «Самый лучший и добрый на свете! На всевозможное время готово!» «Незнайку» играет Антон Савенко. По задумке режиссера Бориса Манжеева, он не глупый парень. Просто неусидчивый, как дети. Хочет попробовать все и сразу. На протяжении спектакля пытался освоить то игру на музыкальных инструментах, то рисование, то заняться еще чем-нибудь другим. Мы с мамой недавно разговаривали. Это была одна из любимых моих сказок детственной. Говорит, а помнишь, как я тебе на море читала «Незнайку» тогда? Где-то мы были в Ейске. А вот прошло 20 лет, и ты играешь «Незнайку». Я говорю, да, здорово. Но это правда очень классная сказка детства, любимая такая у меня. Удивительно правдоподобно передали чувства персонажей друзья «Незнайки». Игра молодых актеров держала внимание детей на протяжении всего спектакля. Коротышечная братья вместе с юными зрителями направилась в волшебную страну за приключениями. Место вечного детства, праздника и ярких красок. Радость восприятия добавляла музыкальное сопровождение и общение со зрителями, где были важны и общие игры, и помощь персонажам. Сценическая версия состояла из коротких историй. Мероприятие прошло весело и в дружеской обстановке. Дети окунулись в мир приключений вместе с героями рассказов. И поэтому час в цветочном городке пролетел незаметно. Премьера оценена положительно. Дети – зритель самый строгий, но искренний. Интересные герои? Интересные. А песни знакомые, которые они вам пели? Да, знакомые немножечко. Понравился гуська. Учит всему там. Мне понравился Знайка. Он мог всех убеждать своей трубой. Незнайка мне понравился. Он немножечко ревнивый. Он хотел научиться всему. Но ему больше нравилось отдыхать, играть, развлекаться, шутить над всеми. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Корчаева, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лихорадка». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин